друзья всем привет я рад вас приветствовать на нашем канале юлика лайф влог сегодня будет такой не необычный но я думаю довольно интересный вложек короче что хотел сказать начнем с небольших новостей если кто не знает в финляндии почти две недели была забастовка почтовиков бастовали сортировщики посылок 700 человек которые занимаются сортировкой посылок короче хотели поменять им договор с одного коллективного на другой и это подразумевало под собой большую потерю в зарплате до 50-60 процентов почтовики конкретно обозлились и сказали что мы не согласны а вот этот работодатель их вы хотел продвинуть это и пер до победного профсоюз их отрасли вступился за их права и началась у нас забастовка довольно обычное явление и как правило она ну редко бывает длительная что в этот раз было очень большое исключение из правил никак они не могли договориться на уступки профсоюз ни на какие не шел своих работников в обиду он не давал такое давно и не помню и в знак солидарности профсоюзу присоединились очень многие самое страшное было для финляндии как вы понимаете скоро рождество забастовка была объявлена до 8 декабря но после того как все пошло не так пошел разговор что вплоть до рождества будет забастовка а в финляндии вообще номер один это по популярности отправить на рождество открытку на больнице отсылает 20 сколько-то там тысяч писем за месяц и можете себе представить когда посылки то есть у нас почта была заблокирована полностью две недели у нас не ходили ни посылки ни письма ни газеты ничего то есть почта вообще перестала отсылать все равно что ним в конце концов в знак солидарности последние дни уже присоединились корабли потом поезда все это было типа грузовое корабли уже согласились викинг лайн экиро лайн там еще по моему кто-то кто под шею под финским флагом ходил корабли пассажирские присоединились в последние дни уже присоединилась авиасообщение финнаер она отменила очень-очень много вылетов тоже в поддержку профсоюза еще чуть не забыл в том числе и городской транспорт был отменен частично автобуса не знаю как столичном регионе во всем это не не работало но по крайней мере в нас ванта городской транспорт не ходил юля даже если не ошибаюсь один раз от детей в школу отвозила и забирала потому что автобусы у нас не ходили либо ходили с очень очень большим промежутком то есть вот вплоть до того представляете как солидарны профсоюзы между собой и они всегда взаимодействуют и помогают друг другу то есть вот сама вот это вот на эти внутренняя система финляндии профсоюз забастовок всего вот этого она настолько сильно развита и как почти все финляндии состоят каком-либо из профсоюзов либо в кассе по безработице то есть это уже как-то даже в крови у всех это профсоюзы бились бы до победного все не могли они никогда говорится и вот все вчера все договорились забастовка отменена все касалось сортировки посылок ну то есть вообще беспредел какой-то хотели для них сделать и профсоюз полностью их отстоял всех подробностей конечно мы не знаем о чем там они договаривались или нет но суть такова что забастовка отменена все довольны все улыбаются почтовики прямо уже и в газетах везде писали что радостные вышли на работу наконец-то мы можем приступить к своей работе обязанности у них сейчас такая будет как по-фински говорится рухка пробка завал завал представляете две недели шло в целую страну посылок сколько отсылалось сколько посылок это все складировалась это теперь надо все как-то раздать очень много посылок у я еще не получил я вообще не знаю дальнейшей их историю когда их получу где они сейчас будут все это надо было сортировать все это зависло все это приходила все я не представляю что у них сейчас там творится на складах там наверное за две недели прожibility это не какая-то одна маленькая почта в масштабах страны я не представляю честно говоря что творится сейчас на складах как они все это будут разгребать наверное сейчас 10 можно будут работать вот но главное все закончилось и теперь уже начала приходить почта все радостные новости финляндии самое интересное даже с алиэкспресса заказал себе посылку, ну там мелочевку мне прислали, что в связи с тем, что у вас забастовка, мы не можем вам выслать, представляете, даже уже до Китая, до Алиэкспресс дошла вот эта вот новость вот, вот такие вот финны вот такие, так они умеют защищать и отстаивать свои права это конечно у них на высоте и я очень рад сам я состою тоже в профсоюзе кто не знает, я состою в строительном профсоюзе и я уже получал неоднократно помощь как юридическую, так и консультацию по телефону, защиту то есть, ну это уже не обсуждается, то есть все кто будет связан допустим там работать в Финляндии когда вы еще не знаете хорошо язык или что-то, я вам конечно советую и советовал всегда вступить в профсоюз, в вашей, в любой отрасли, тут есть свой профсоюз и он очень-очень помогает защищает ваши права и оберегает вот, так что я хотел еще вам сказать интересного не думайте, это не все самое интересное для меня даже повергло в шок как вы знаете Black Friday у нас сегодня пятница и Black Friday я к этому готовился потому что я хотел на Алиэкспресс купить очень-очень важную для меня сейчас покупочку она не из дешевых она довольно дорогая и я заблаговременно перевез финского счета на кредитку деньги в Эстонии у меня есть от Эстонии кредитка есть перевел 250 евро для покупок вот как раз именно на сегодня завтра тут вот эти Black Friday потому что скидки и бла-бла-бла вот никогда я не проверял кредитку сколько там денег как, что ну не следил за этим и тут я просто перевожу конкретную сумму 250 евро вам скажу я перевел 25 числа как вы знаете что между странами бывает от 1 до 3 дней задержка а тут буквально вот на следующий день деньги пришли но я не знал этого я потому что был уверен что деньги придут через дня 2 и проверю то есть 26 числа перешли деньги 27 числа я зашел в банк смотрю деньги есть ну думаю странно как-то деньги переводил 250 а на счету осталось 170 то есть я вообще ничего не понял куда начал смотреть все свои распечатки и нашел такую интересную вещь как 26 числа когда я даже в банк не заходил было сделано с моей кредитной карты какая-то покупка я вот этот код что там был скопировал ради интереса вставил в гугл и он меня кидает в казино то есть казино я вообще ничего и не играю и не покупаю я вообще далек от этого от азартных игр всяких казино да и меня закралось сомнение я ничего не покупал я ничего не оплачивал в казино и вот сегодня я решился думаю надо позвонить в банк вообще узнать может они смогут посмотреть и по подробности какие-то рассказать мне позвонил в банк и сказал что вот такая ситуация я перевел 250 евро и на следующий день с меня уже кто-то умудрился стянуть деньги непонятная была какая-то операция и 68 евро у меня со счета сдуло вот на что мне сказали что это была покупка или оплата в казино и самое интересное что это было сделано рублями то есть конвертация была через рубли то есть это где-то в России что-то было оплачено вот я ничего не покупал я ничего не заказывал я сказал что эту операцию я точно не делал и никакого отношения к ней не имею на что мне было сказано надо будет заблокировать карточку и через неделю ваша карта будет готова этой к сожалению уже пользоваться нельзя в связи с тем что если была какая-то подозрительная махинация то вполне возможно что она будет продолжаться не один раз вот карточку мне заблокировали к сожалению я ей не успел воспользоваться то есть все покупки мои что я должен был сделать я не смогу со своей карты оплатить придется мне через Юлю все делать но самое интересное в другом самое интересное в том что у меня остался вопрос ну у меня осталось два вопроса каким образом было возможно сделать покупку без моего ведома в связи с тем что нам как вы знаете сейчас супер-пупер безопасность верификации и шмарификации что там только нет но все равно без всяких паролей без всяких этих самых деньги ушли ну на что мне сказали что да действительно есть сайты доверенные есть сайты недоверенные есть сайты такие которые не требуют верификации есть требующие то есть чтобы сделать какую-то покупку надо зайти через банк своими паролями а есть такие где ничего не надо и видимо вот так вот это и было сделано как-то умудрились украсть мои данные и не знаю каким образом ну возможно где-то что-то я покупал и оттуда эти умудрились они украсть мои данные она сказала что деньги которые 68 евро ушли они наложат на них свой как бы запрет и к возврату их попросят сказала что шансы есть эти деньги вернуть и новую карточку я сказал что возможно ли мне эту карту получить на финский адрес что я в Эстонию не поеду зачем мне в Эстонию из-за карточки ехать смотрю на телефон все не стал отвечать говорю дальше так два раза мне звонили я два раза не отвечал сказали в банке что я должен написать сообщение которым я прошу чтобы мне выслали мою кредитную новую карточку в Финляндию по моему адресу вот и теперь осталось мне ждать ответ в течение трех дней будет ответ как и что потому что вот нынешнюю карточку свой кредитную я получил в Финляндии то есть по почте мне ее также прислали курьером ДХЛ я не помню это стоило по моему 10 евро вот и я точно так же хочу и это получить пока я вот с ней говорил эти два звонка были связаны по ходу наверное в связи с тем что эти деньги что 68 евро с меня списали они у меня появились на счету обратно то есть мне все деньги вернули в течение получаса представляете 68 евро случайно я заметил и то только благодаря тому что мне надо было сделать покупку я знал сколько у меня денег вот в данный момент и вообще я не ожидал поэтому я сейчас решил сразу сесть записать вот такое необычное видео как быстро и оперативно сработал свет банк ему только респект так оперативно все сработало и все деньги мне вернули хотя я был уверен что с этими деньгами в принципе я уже распрощался вот я так же и в банке сказал что есть шанс ну она сказала что шанс есть и эти деньги довольно часто возвращают такие вот покупки сомнительные так что друзья имейте ввиду если вы с этим столкнетесь или сталкивались сразу звоните в банк и говорите что покупки вы такие не совершали и что чтобы аннулировали эти покупки как видите все возможно возможно это повезло что я это увидел сразу и сразу же оперативно сообщил может только благодаря этому вот и она сказала еще к сожалению да это интернет и сейчас довольно очень много таких аферистов которые воруют данные кредиток и потом по всему миру начинают непонятные покупки на вашу кредитку делать а вы об этом можете даже и не знать ничего так что проверяйте свои кредитки бдительны будьте конечно никуда и никому не светите свои пароли и всякие данные кредиток вот мне это урок теперь я знаю что это такое первый раз в жизни я столкнулся с тем что с моей карты были какими-то мошенниками списанные деньги теперь осталось только ждать известий как пришлют мне мою кредитную новую карточку по адресу либо мне придется ехать в Эстонию но об этом я обязательно расскажу в одном из следующих видео как все с кредиткой обошлось так что вот друзья вот такие вот небольшие новости всем кому это видео было полезным обязательно им поделитесь если вы еще не подписаны подписывайтесь на наш канал также не забывайте проверить колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео и посмотрите ваши подписки потому что ютуб довольно часто сейчас чистит свои ряды и может случайно вас отписать либо отменить уведомления так что будьте бдительны и тут смотрите все внимательно вот такое видео всем отличного настроения море позитива до новых встреч пока-пока до новых встреч